Добрый вечер! Очень приятно вас видеть, в зале так активно похлопали, спасибо, но лучше, когда в конце. Просьба, чтобы мы друг другу не мешали перевести телефоны в безумчный режим. Уже не отвлекались, приятно очень вас видеть, если честно, не ожидал, что было такое количество людей. На самом деле я общаюсь, как Людмила сказала, с большими залами. Это и есть. И очень люблю общаться и с маленькими залами, очень люблю общаться с людьми даже один на один, поскольку люди... Для меня лично люди это самая большая ценность на свете. Я понимаю, что это забывается, когда дело касается денег, очень часто, но не тогда, когда их много на самом деле, а тогда, когда их не хватает. Вот сегодня мы поговорим и о деньгах тоже, сегодня мы поговорим о разных вещах. О том, наверное, что в первую очередь позволит вас, независимо от того, чем вы занимаетесь, чем будете заниматься в жизни или чем занимались раньше, как-то, наверное, пересмотреть и сделать оценку, что в жизни отличает от тех людей, которые чего-то добиваются, от всех остальных. И почему у нас хотят свою жизнь не изменить все, если спросить, но на самом деле единицы только что-то делают для того, чтобы ее изменить. Поэтому мы начнем с очень простого момента, с очень простой формулы. Сейчас спрошу, а кто видел диск «Путь финансовой независимости» в моей жизни? Отлично. Все видели? А, видели, а осмотрели. И вот, и обожаю, если честно, такие кабинеты. Вот уже сто лет не писал мел, спасибо организатору, надежное спасибо. Не в школе это было, конечно, в последний раз, но все равно интересно. 95% людей в жизни, они не живут так, как и не хотят, при этом большинство этих людей от их жизни тошнит, на самом деле, вряд ли кто-то хочет про меня в своей жизни. Чем отличаются все-таки те люди, которые чего-то добиваются в жизни от всех остальных? На самом деле, большинство людей... Меня слышно нормально? Вот громче не надо говорить. Мне восхитно, значит, вам меня любят. Большинство людей считают людей успешных, которые чего-то добились, богатых людей, людьми как бы с другой планеты. И очень многие люди считают, что все богатые люди, успешные люди в этой жизни, они знают какой-то секрет тайны, который передают только по наследству, либо по большому плату. Если вам этот секрет передали, вы бы были успешны. А так как не передали, поэтому не успешны. На самом деле, это самый большой обман в жизни, и большинство людей всю жизнь считают, что у них чего-то не хватает для того, чтобы что-то иметь. На самом деле, у каждого из вас, абсолютно у каждого из вас, это не зависит ни от возраста, ни от места жительства, ни от пола, ни от финансового состояния, ни от образования, уже есть на сегодняшний момент знания, чтобы быть успешным. В любом другом случае, вы просто по этой земле бы не ходили. И очень важно понимать, что, в принципе, на самом деле, есть отличия успешных, богатых людей от всех остальных, но эти отличия совсем, как правило, не такие, какими их считают все люди. Видно? Или очень видно? Нормально? Отлично. Это формула универсальная, которая позволит вам, опять же, независимо от того, как вы будете идти по жизни, что вы будете делать, сделать выбор в жизни. Потому что выбор – это самое главное. Большинство людей хотят одного, какие-то цели, какие-то мечты, какие-то планы, а делают вещи, которые к этой цели их никогда в жизни не приведут. Не задумались никогда бы? Человек хочет иметь дом, хочет иметь машину какую-то, хочет иметь дачу, хочет жить нормально, достойно, но вместо того, чтобы к этому идти, он работает на работе, получая 200 долларов. Я понимаю, что это сложно осознать с точки зрения, как бы, ну жизнь такая, да, ну а что делать? Но с другой стороны, разберитесь, если цель одна, а действия совершенно другие, то на самом деле это называется болезнь. Хочу одного, а делаю то, что к этому не ведет. И что же отличает людей успешных от людей неуспешных? Это на самом деле выбор пути. Выбор пути и реальная оценка того, что они имеют и чего они хотят. Большинство людей всю свою жизнь проживает в иллюзиях, и когда эти иллюзии заканчиваются, где-то на лень, все люди вдруг открывают глаза и понимают, что они в принципе заряжены. Это действительно страшно, но как бы мы, что бы мы ни делали, что бы мы ни рассказывали, 95% людей свою жизнь проживут именно так. Именно так в погоне за чем-то, в каких-то действиях ежедневных, которые ни к чему не приводят, и к выходу на пенсию нищими, больными. И что бы мы ни делали, это будет так. Поэтому весь мир изменять не надо. Есть самый лучший способ изменить весь мир, это изменить себя. Ко мне очень часто подходят молодые мамы, не молодые мамы, бабушки, и говорят, вот у меня сын такой же, как и вы, такого же возраста, вот что мне сделать, чтобы он захотел, чтобы он в жизни был успешным. Вот единственное, что вы можете сделать для своих детей, если как бы нет, то еще будут, для своих внуков, это быть успешными сами. Вот если это все получится, тогда я не автоматически за вами буду это повторять. Вот. Весы – это один из первых законов мироздания, все в жизни построено по принципу весов, как бы, все имеет свою противоположность или противовес. Природа хаоса не допускает. День-ночь, мужчина-женщина, ад-рай, инь-янь, да, если вы подумаете, вы много примеров найдете, и никогда в жизни одна чашечка без противовеса не появляется. Так же, как желание. У всех есть какие-то желания в жизни? Конечно, есть. У всех разные, понятно. Вот. Но вы должны четко понимать, если с точки зрения тенцов, если есть желание, чашечка, то есть возможность. В другом случае, желание никогда в жизни не боилось. Поэтому, что бы вы ни хотели, это возможно. Причем это не вопрос хорошего и плохого, в общем. Вот все, что вы хотите, все возможно. Но только нужно в этом помнить и найти ту самую возможность. У нас чуть-чуть другие весы, весы, которые позволят абсолютно любому человеку реально посмотреть на жизнь, реально оценить и выбрать те дороги, которые вам даются. Наверное, если бы эти весы преподавались в школе, очень много людей построили бы жизнь свою совершенно по-другому. Вот. Но у нас вам еще все впереди. Вот. Это весы нашей жизни. На одной чашечке весов 30-40 лет. А скажите, что человек делает 30-40 лет после того, как он оканчивает учебное заведение? Работает. Для чего? Для того, чтобы жить. Смотрите, и если вы вспомните, вот кому-то это только предстоит, кто-то уже прошел чуть-чуть, а когда вы оканчиваете учебное заведение, обычно говорят, ну, примерно так вот, что теперь перед вами все дороги открыты. Вы можете выбрать любой путь, теперь вы свободны и можете сами себя сделать, вы счастливыми. На самом деле, если реально разобраться, то все дороги за вас уже выбраны. И так или иначе вас подталкивают по определенным путям, которые ведут уже конкретно к задуманным чьим-то целям. Почему к чьим-то целям? Потому что большинство людей свои собственные цели не имеют. Они чего-то хотят, но цели не имеют. Вот запомните раз и навсегда, если вы не имеете своих целей, то будут иметь вас. В том плане, что если вы не имеете своих целей, то вы работаете на цели других людей. Вот запомните раз и навсегда, если вы не задумывались о том, чего вы хотите, вы будете жить, все будет отлично. Вы будете работать полностью на цели других людей. То есть вы будете выполнять функции обеспечения других людей. И когда такое случилось, предложили нам все пути в жизни открытые, большинство людей выбирают пункт традиционный, это работа на работе. Да? Кто-то пробовал работу на работе? Раньше при Советском Союзе 99% людей, они работали на работе, потому что, опять же, были такие цели. И если разобраться, у нас с вами в жизни есть истинные ценности. Это даже не ценности, это называется уровень жизни. Это вещи, без которых нормального уровня жизни не будет. Если вот так нарисовать, закон Триата, один из первых законов мироздания, три кружочка, вот здесь образуется сектор, вот сектор уровень жизни. Подскажите мне, что нам с вами нужно для того, чтобы нормально себя на этом свете чувствовать? Здоровье совершенно. Верно, здоровье не только физическое, а еще духовное и душевное. Это очень важно. И причем это не зависит от возраста. Я понимаю, что когда молодежь, они еще о здоровье не задумываются. Есть умная пословица, береги здоровье с молоду, да? А есть хорошая, правильная пословица, не болит, не лечит. И большинство людей следует именно пословице второй. Если не так, могу сейчас очень просто доказать. Смотрите, когда вы идете к стоматологу? Когда болит, да? Зуб заболел, когда уже ночь помучались, да? Походили, и тогда идем к стоматологу. В итоге нужно либо удалять зуб, либо убивать нервы. Ну, фактически тоже убивать зубы. А кто знает, что нужно делать, чтобы не было проблем с зубами? Совершенно верно. Ходить хотя бы раз в 9 месяцев, да? Если вы будете это делать, профилактика нам немножко что-то уберут, что надо справят. И вот этого не будет. Ну, смотрите, знают об этом практически все. А делайте единицы. Вот знать пути идти по нему, да? Совершенно разные вещи. Это касается и успеха тоже. Здоровье. Что еще нам нужно, чтобы нормально себя дать? Финансовая свобода. Совершенно верно. Деньги. Потому что без денег, в принципе, в нашем обществе жить невозможно. И что еще? Время. Совершенно верно. Свободное время. Для того, чтобы пользоваться этим временем. Закон Фриарта, он очень простой закон. С ним очень легко работать. Геометрию когда доучили все. Любой из этих кружочков выбросили. Вот этого сектора вы просто не будете. То есть, если нет здоровья, бессмысленно говорить о работовой жизни. Если нет денег, то же самое. Даже если есть здоровье, есть деньги. И то человек постоянно как белка, а если не принадлежит по самому себе, его уровень жизни тоже не царит. Вот. Поэтому, если разобраться, что имеют вот те люди, которые работают на работе. Как у таких людей со здоровьем? Я не очень люблю. Сначала нормально, да? А потом все хуже и хуже. То есть, происходит очень простая речь. Меняются здоровья на деньги. Чтобы потом поменять обратно, нужны намного большие деньги. Нужно еще время, которое, как правило, когда человек об этом задумывается, этого времени уже нет. То есть, со здоровьем яснка. Как со свободным временем? Как белка. Как белка. Сейчас заснет. Скажите, а зачем вообще человеку нужно свободно работать? Отдыхать. Быть с детьми, с любимыми людьми, с друзьями, путешествовать, наслаждаться миром, заниматься какими-то любимыми делами. Тем, что ему интересно, да? Вы знаете, есть такая вещь, говорят, что люди, у которых нет свободного времени, они не живут вообще. Я могу вам это доказать, если вы попытаетесь вспомнить школу, институт и вспомнить, что там было хорошее за это время, то вы не будете вспоминать уроки, пары. Вы будете вспоминать перемены, вылазки и вот эти вещи. Почему? Потому что есть очень простой закон. Это даже не закон, просто выражение. Ну, я вот на сто процентов с ним согласен. Жизнь человека состоит из тех моментов, которые приятно вспомнить. Вот все остальное жизнью не является. Вот свободное время это как раз жизнь. Как со свободным временем у людей, которые работают на работе, график очень простой. Утром встали, по будильнику, да? По будильнику. Доказано, масса исследований у человека проводилась, когда доказано, что если человек встает по будильнику, он по определению успешным в жизни быть не может. Потому что день начинается со стресса. А когда правильно вставать, кто знает, когда нужно вставать? Совершенно верно, когда выспался. Это действительно так. Вот человек встал по будильнику, выспался в будильнику, знает когда. Умылся, что-то в себя вкинул и на работу. Кто-то в общественном транспорте, где все такие же веселые и добрые. Как правило, на любимую работу платят достойные деньги, хорошее начальство, все интересно. Вечером домой по дороге пару бутылок пива захватить, что-нибудь поесть и забыться до утра внутри телевизора. Что на следующий день? А на следующий? Выходной. А что в выходной обычно такие люди делают? Либо спят, либо отходят после вчерашнего. В выходной, кто-то идет на базар в закупке продуктов, убрать дома, постирать. То есть это в принципе тоже не является свободным временем. И представьте, так человек живет год, живет два, живет три, пять, десять, пятнадцать, вообще не принадлежа себе. Вот если просто это представьте, а так живет в громадных количествах людей. И опять же, это не хорошо и плохо, это их удобно. Ну просто задумайтесь, а ради чего это все происходит? Ради чего можно придумать? Ну а если реально посмотреть? Свободного времени у человека практически нет. Про отпуск мы тоже не говорим, да? Здоровье, свободное время. А для чего вообще тогда человек работает? Прожирает здоровье? Нет свободного времени для чего? Для денег, для финансового состояния. Хорошо. Деньги. Ну я их так нарисую. Деньги. А какая зарплата средняя у вас в городе? Вот за ту, которая работает основная масса населения на работе? Ну давайте возьмем двести-тристо долларов. Не будем. Деньги. 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 В нем жить, на нем ездить и кушать. Вот. Я вам сейчас задавляю вопросы, тогда на этом будет понятно. Скажите, вы на работу у Волуби можете ходить? Нет. Нет. В смысле не работать, а ходить? Нет. Если вы не едите, можете на работу ходить? Нет. Если вам негде жить, тоже, скорее всего, если сможете, то тоже не было. А теперь, что такое у нас хорошая зарплата? А хорошая зарплата у нас считается та зарплата, на которую человек может оплачивать свое жилье, питаться и покупать одну вещь раз в месяц или раз в два месяца. И проезд. Вот это считается хорошей зарплатой, если на это хватает. То есть, для чего платятся вот эти деньги? Вот не надо стоить за люди, это не зарплата на самом деле. Это пособие для того, чтобы вы продолжали работать. Это пособие для того, чтобы вы работали, не взяли оружие и пошли на баррикадр. То есть, для того, чтобы вы не умерли с головой, для того, чтобы вы могли ходить дальше на работу. Опять же, это не хорошо и не плохо. Это вопрос у любого. Но большинство людей так живут всю жизнь. И есть еще одна штучка здесь. Самая сильная сила на свете. Сила, которая может изменить жизнь любого человека вообще-то на себе. Сила, которая, благодаря которой создавались самые великие произведения искусств, уничтожались целые народы, самые великие войны. Как это все равно? Любовь. Любовь. Совершенно это. А как с любовью таких людей? По ночам. По ночам. По ночам. По ночам. Нет, ну, любовь зависит, как бы, тоже от параметров. На самом деле, действительно, любовь очень быстро заканчивается и начинается совместное проживание. Как правило, совместное время проживания. Пара полюбила другого, все нормально, наступила работа. И вот тот график, когда мы говорили про свободное время, добавляется в двух. То есть, утро вдвое встали. Друг на друга на выспавшиеся посмотрели. А на работу, с работы пришли, муж телевизор, жена к вечному огню. Вот так обычно все и происходит. Если еще появляются дети, это тоже любовь. Любовь к детям. Вот я лично не понимал долгое время, почему для моих родителей работа важнее, чем я. Но именно так и происходило. Потому что воспитание сводилось под забыльник. Да, уроки... Двойку получил, ну, негодяй. Уроки сделал, молодец. Все. А потому что некогда. Потому что с работы такие пришли, и все. Вот эта система, она, в принципе, если работать 3-5 лет, 10 лет по такой схеме, вся остальная жизнь перестает для вас существовать. и для этого человека сможет что-то поменять. Я в пору своей юности бизнес-работал на заводе, в Хайклеве. Завод Сейн назывался, не знаю, как расшифровывается, не знаю, что там производилось. Но на самом деле, вот где-то через 3 месяца весь окружающий мир и она не стает существовать. Потому что есть круг дом, транспорт, работа, транспорт, дом, транспорт, работа, транспорт, дом, транспорт, работа, транспорт, дом, но в этом круге одни и те же друзья, одни и те же люди, с которыми ты общаешься, одни и те же действия, один и тот же каждый день. И человек просто настолько к этому привыкает, что он просто не может даже представить, что это может быть. А это уже на уровне инстинкта уже не меняется. Хотите, я так скажу, что это может поменять даже истинное выживание вот казалось бы люди ходят на работу чтобы зарабатывать деньги а вспомните вот период дефолта когда все у нас начало разваливаться когда на завода по полгода погоду не платили зарплату вот представьте человеку вот не платят зарплату все выходит на работу даже когда ему эту зарплату заплатили за на нее смог купить бутылку водки и он все равно продолжает ходить на работу или это не эти вещи на самом деле я не знаю это рак головного мозга ходить на работу за деньгами там их не платят просто задумайтесь а это не что-либо человек по другому не может представить себе жизнь вообще вот эта вещь она может изменить даже инстинкты материнские полостью уничтожить страшные вещи простой пример привести вот кто смотрел фильм оскар российский фильм вот молодцы кто не смотрел посмотрите обязательно достойный вашего внимания фильм хорошие актеры вот это есть момент когда мать приводит сын сына коленку к старцу святому тот его исцеляет он бросает костыли начинает идти и говорит вам сына нужно при монастыре ночью переночевать потому что процесс должен закончиться причаститься я не могу мне завтра с утра нужно на работу я обратил силой всего на один день ну как нужно чтоб все процесс закончился ну как нужно она ведь нет это ваш сын он останется коллегой на всю жизнь если вы это не сделаете вот она уберется лица лодку и убивает то есть я понимаю что это жестко но именно так же не происходит может это только растянутого времени и для этого скорее всего ничего чтобы это было ничего делать так проще вот и богат всей этой жизни это пенсия пенсия не будем а грустно не будет то есть вы знаете что это такую камеру посмотрите на наших пенсионеров но это просто так на пенсии здоровья нет чтобы его хотя бы поддерживать нужны очень большие деньги средняя пенсия какая у нас зато есть свободное время можно позволить себе путешествовать где угодно ходить по астраду с любовью как на песне а любовь к внукам приходит внучек бабушка хочу велосипед внучек я тебя люблю бабушка хочу велосипед внучек я тебя люблю бабушка хорошо уродился у таких мамы с папой сын посмотрел не целом а я посмотрел как вы прожили как вы работаете вижу что вам это ничего не даст я хочу зарабатывать больше и тут же вся жизнь вам идет навстречу молит хочу зарабатывать больше класс нужно учиться больше работать совершенно то есть опять же очередной обман чего-то у вас нет для того чтобы вам нужно еще как правило идут на две на три работы пытается больше особенно если появляется дети в семье это уже долг обязанность как со здоровьем еще быстрее уходит свободное время денег еще меньше работают в два раза больше денег меньше вы знаете на самом деле я сейчас скажу вещь я понимаю что она немножко может порежет вам по ушам но если вы это поймете проанализировать будет дальше легче даже если вы сейчас начнете получать 700 800 тысяч долларов риск на вашей жизни вы будете покупать еду получше можете позволить себе ресторан вы будете лучше одеваться вы сможете себе позволить машину взять в кредит квартиру взять в кредит но существенно на вашей жизни это не отразится если у нас громадное количество людей делать очень простую практику вот по выходные как правило это делается они берут и идут по магазинам но уходят по магазинам не так как ходит обычно масса людей как вот нужна футболка да вот есть у меня сумма денег вот висят футболки о хорошие или как в ресторане кушать салатик открываем меню какой вкусный салатик о вот этот вкусный вот и если вы сделаете чуть по другому вы разберитесь как бы вы на сто процентов хотели жить что для этого нужно сделать пройдитесь по магазинам если не у вас городе поедете куда-то большой город посмотрите сколько стоит нормальная одежда не нормально той которой вы хотели действительно хотели ходить сколько стоит машина на которой вы хотели ездить но не просто сколько она стоит а пойти в нее посидеть подержаться за руль до тест драйв можно пройти это сейчас в принципе абсолютно реально сколько стоит дом или квартира сколько стоит отдых или путешествие о котором вы мечтаете для этого туристическое агентство любое зайдите вам расскажут покажут и что фотографии прайсы и все а потом сядьте и посчитайте сколько стоит ваша жизнь и когда это вас будет через сколько лет после вашей смерти и задайте себе вопрос вот вы этого не только тут важно действительно то чего вы хотите очень важно а потом просто трезво посмотрите занимаясь тем чем мы сейчас занимаетесь добьетесь ли вы того чего вы хотите если нет тогда нужно либо сменить род деятельности либо смириться с тем что у вас если вы действительно какие ничуть изменить свою жизнь что-то получить то что вы никогда не получали нужно делать то что вы никогда не делаете что что-то иметь завтра нужно делать что-то сегодня чтобы иметь то что вы никогда не имели, нужно делать то, что вы никогда не делали. Лучше, если это еще никто не делает. Однажды мне очень богатый, успешный человек сказал, если ты хочешь стать успешным и богатым, мне нужно заняться тем, чем не занимается никто. Или не занимается большинство. А если это ругать, то в первую очередь это еще раз. Потому что люди, как правило, ругают то, что не понимают ничего и не хотят других оградить от этого. А вдруг сосед ваш станет успешным? Лучше ему сразу скажут. Еще здесь на одном моменте остановлюсь. Это момент кредитов. Кредитно-финансовая система это самый простой способ управления людьми. Самый простой способ сделать из людей, функционеров, роботов исполнителей. Почему? Как только берется кредит, человеку связываются руки полностью. Вот смотрите, молодая семья, они решили, пока поработали где-то, чтобы потом пойти на лучшую работу, либо потом бизнес какой-то открыть. Но им нужна квартира, машина. Они берут кредит. Сейчас это возможно. На одну зарплату живем, а на одной кредит вот так. Вот с этой работы они уже не уйдут никогда. Почему? Потому что они тогда потеряют кредит. Если потеряют кредит, они потеряют тот стиль жизни, в котором они живут. То машины, то квартиру. А кредиты сейчас на 30-40 лет даются. Что это значит? Человек будет 30-40 лет работами за одну единственную квартиру. Это самый лучший способ управления человечеством. Кредитно-финансовая система. Ну и с любовью. Понятно. Хорошо. Еще. Как чего-то еще написать в этой жизни? Это свой бизнес. У нас очень часто путают бизнес с самонаемными рабочими. Самонаемные рабочие отличаются от бизнесмена тем, что самонаемные это тот, который сам на себя работает, сам себе зарплату платит, сам все делает. Это пример бухгалтеров большинства. Это пример, ну, вольных бухгалтеров, которые не на работе работают. Это пример различных парикмахеров, которые там сняли квартиру, либо она дому что-то делает. Понятно. Если нарисовать вот так вот треугольник, то где-то вот такой процент. Это люди, которые работают на работе. Вот такой процент. Это самонаемные рабочие. Причем самонаемные рабочие, там есть определенные моменты. Ну, например, у меня очень хороший оператор знакомый, он сам монтирует клипы, все, очень популярный. Но больше, чем он может, он смонтировать не может. Когда взял на работу кто-то, чтобы ему помогал, в итоге ничего не получается, он теряет клиента. Он и так теряет клиента, потому что он не может себя разложить на 2-3 человека. У нас есть парикмахер очень хороший в Запорожье, она снимает квартиру, у него очень много клиентов, к ней приходят люди на дом, она там все делает. И посчитали ее ретапельность бизнеса. Я говорю, это считали когда-нибудь? Давай посчитаем. При этом у нее не дешевая цель. На уровне городских очень хорошая цель. Я говорю, посчитали, оказалось, человек имеет 2 гривны с клиентом. Больше она обслуживать не может за день, чем то количество, которое у нее расписано, так что часов больше нет. Вот если большинство бизнесов просчитать, то это бизнес ради бизнеса. Следующее. Ну, если самонаемные, со здоровьем как? Еще быстрее, потому что сам все тянешь, сам все делаешь, со свободного времени нет. Денег, казалось бы, зарабатывается больше, но и больше тратится. Почему? Аренды и все остальное. Бизнес – это бизнес. Ну, свободно, да. И вот здесь вот сектор бизнесменов, которые очень отличаются серьезно от самонаемного труда. Кто такие бизнесмены? Бизнесмены – это те люди, которые смогли построить бизнес и получают от него прибыль, даже если они не тратят все свое время на этот бизнес. Это случается очень редко. Если говорить о статистике, из 10 тысяч фирм, которые приходят на рынок, через 5 лет остается 300. Т.е. 9700 фирм. Что происходит с этим? А не банкротом, на самом деле. Чтоб сейчас открыть свой бизнес, это не тысяча долларов, на самом деле. Смотря какой бизнес, это большие суммы. Но процент риска такой, что надо попасть в принципе нереально. Как у бизнесмена у нас со здоровьем? На самом деле средняя продолжительная жизнь непоятность у потребителей. Почему? Потому что работают намного больше, потому что стрессы, потому что много всяких вещей. Со свободным временем в свободном времени практически нет. 24 часа в сутки. У меня много друзей, у которых очень большой бизнес, они зарабатывают очень большие деньги. Мои им за всю жизнь заработать столько, сколько они за месяц зарабатывают. Но при этом это не свободные люди. Почему? Потому что не свободного времени и уже есть со здоровьем. Т.е. люди с мобильным телефоном. С деньгами тоже вопрос спорный. Почему? Потому что как правильно спрашиваешь, сколько денег ты заработал за прошлый месяц. Но это можно спросить, когда человека ты знаешь. Сколько денег ты заработал за прошлый месяц? Ответ обычно следует следующий. Оборот моей компании или мой оборот составил. Я говорю, подожди, а денег сколько ты заработал? Ну как, мы произвели, продали, обслужили. Я говорю, а ты лично? Он говорит, да. Почему? Да потому что бизнес это постоянное вложение денег, расширение и так далее. Зарплаты. Зарплаты, аренды. Потому что в любом другом случае тебя съебят конкуренты. Если ты не будешь расширяться, тогда не будешь худеться. Вот. Вот это. И... Как еще можно сюда добиться? Украсть. Украсть. Хорошо, давайте. Как у бандитов с недорогой? С недорогой. Как за свободой? Как за свободой? Ну а, ну а. Как с недорогой? Как с недорогой? Как с недорогой? На самом деле это чистая рулетка. Ну когда-то я познакомился с человеком, с очень богатым миллионером. Очень влиятельный, очень интересный человек. Вот мы с ним пообщались, и он сказал такую вещь. Он сказал, денег ты заработаешь. У нас не проблема в жизни. Заработать денег, если ты что-то делаешь, чтобы ты не останавливаешься на одном, а конкретно идешь своей целью. Но запомни раз и навсегда, деньги реально в жизни принесут удовлетворение только тогда, когда они будут заработать через помощь людей. В любом другом случае они придут либо как урок, либо как наказание. То есть за всё в жизни всегда приходится платить. Абсолютно за всё. Вот всё, что вы мне отдаёте, вы получаете обратно. Отдаёте хорошее – это хорошее. Отдаёте плохое – это хорошее. Отдаёте плохое – это хорошее. Вот как бы вы к этому ни относились, что бы вы ни думали, ни делали, вот именно так это работает. И плюс бандиты. В большинстве понятий бандиты – это мужчина, хорошо одетый, с большой цепью, на большой чёрной красивой дорогой машине. Вы знаете, сколько нужно и что нужно сделать, чтобы вот так вот было? Вот это – это даже не статистика для этого. Вот. Поэтому, если вы в жизни кому-то что-то должны, вы отдадите однозначно. Не обязательно этому же человеку. И не обязательно для меня. Здоровьем, успехом, благополучием. Но всё в жизни, что мы должны, мы за всё всегда платим. Всегда за всё платим. Это закон. А закон вот так работает. Незнание закона не освобождает от ответственности. Это именно так и работает. То есть за всё всегда в жизни придётся платить. Поэтому лучше что отдавать? Деньги. На самом деле, деньги нужно отдавать какую-то ценность в мир. Вот что вы приносите, если что-то в мир, что-то создаёте, что-то творите, то всё растёт. Люди будут сами деньги приносить за ту ценность, которую вы несёте в мир. Вот. И хорошо, бандитами это забрались. Ещё ко мне? Что-то добиться? Какие пути ещё есть? Наследство. Классно. Наследство. Поправили опыт в Америке, когда десяти бомжам дали по миллиону долларов, через год они опять стали бомбами. Потому что это не вопрос денег вообще. Богатство – это не вопрос денег. Это не значит, что если у вас сейчас появится сумма денег, то дальше будете богатыми. Лотерея. Лотерея выигрывает один человек. Тот, который её организовал. Сетевой маркетинг. Отлично. Об этом мы поговорим ещё сегодня. Казино. Казино. Тут то же самое, что вы говорите. Все? Замуж не втол дальше не хочет? Нет? Нет? Нет таких людей? Нет? Нет? Нормально. Ещё один вариант. Всё? Вот все дороги, которые идут реально. Которые можно выбрать. А вторая чашечка весом, если проанализировать все биографии успешных людей по жизни, то 3-5 лет – это тот срок, за который они что-то добиваются. Он говорит, ну 70 лет, потому что? За 70 лет он будет делать, ничего не думал, живой человек. 3-5 лет. 3-5 лет – это не значит, что за 3-5 лет миллиардер. Хотя есть люди, которые 100 миллионов долларов за 5 лет заработали. Уникальный человек. Он доказал, о нём можно сказать, 3-5 лет. Вот представьте, что вы готовы сделать для того, чтобы через 3-5 лет выйти на пенсию, когда у вас будет всё нормально со здоровьем, со свободно-дременным, не задумываясь о куске колбасы, в смысле там машина, квартира, где жить, что одевать. Что бы вы готовы для этого сделать? Работать. На самом деле, любой здоровому человеку спросить, он говорит, готов сделать всё. И не фига. Значит, здесь, ещё сразу здесь закончу, здесь есть ещё инвесторы. Это те люди, на которые, наверное, все хотели быть похожи. Ну, например, анти. В банке лежит свободитель, и вы живёте на процентах. Нормально себя чувствую? На этой чашечке весов находится 95% людей в мире, на этой чашечке 5% людей в мире. Если говорить о деньгах, о распределении денежного потока в мире, то это примерно вот так вот. Вот это бедные люди. Они владеют порядка 5% денег, довольствуются. Это богатые люди. У них порядка 95% денег. Да? Вот эти сволочи в Магропасте висит? На самом деле, если вы поймёте, это не вопрос хорошего, плохого вообще. Вообще не вопрос хорошего, плохого. Дворник дядя Вася может быть отличным, порядочным, добрым человеком, да? Так же, как и богатый человек может быть сволочью поскольку. Но так же этот богатый человек может быть самым лучшим на свете, да? А дядя Вася может быть... Это не вопрос вообще хорошего, плохого. Вот у нас очень многие говорят, деньги — это плохо, деньги портят людей. Деньги не портят людей. Портит людей отсутствует денег. Деньги проявляют людей. Когда у человека появляются деньги, он может быть таким, какой он есть. И говорят, вот деньги его спорят. Да не испортили, он реально стал таким, какой он был. На самом деле. И очень часто говорят, тоже иллюзия насчет денег, когда говорят, богатые любят деньги. На самом деле это бред чистой границы. Деньги любят бедные. Когда деньги становятся самыми главными в жизни? Когда этих людей думают все время? Когда их нет. Совершенно верно, когда их нет. Вот именно тогда они о них все время думают. Когда их нет. И, как правило, они появляются, потому что это болезненность. Боятся, что вдруг их не будет. И они исчезают. А богатые не любят деньги. Если бы они их любили, в том понимании, о котором все думают, о них не могли бы вкладывать с риском, куда-то в бизнес что-то делать. Почему? Потому что, если вы поймите, деньги – это инструмент. Это что-то такое, это инструмент, это чистая энергия. Так же как электричество. Секрет смотрели? Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Да, электричество? Хорошо это или плохо? Можно еду человека приготовить. Хорошо, можно человека приготовить. Плохо. Да? Тут вообще нет «хорошо» или «плохо». Тут вопрос выбора. Просто вопрос умонтарный вопрос выбора. Вот. И что же отличает вот этих людей от вот этих? На самом деле, есть очень простая вещь, которая отличает. Это вот здесь она находится, в голове. И нигде больше. Кто-то может сказать, что они знают чего-то такое, чего не знают. Вот в интернет зайдите, абсолютно все знания в мире доступны. Абсолютно все знания в мире доступны. Успешных людей больше не стало. По бизнесу, по финансам. Да? Может там какие-то гены, да? У кого-то есть гены, правда, да? Ну хорошо. Гены. Вот если вы реально возьмете качество успешного человека, по вашему мнению, и запишите их, вы там вряд ли увидите что-то, что у него было с рождения. Все приобретено. Значит, не гены. Что еще? Связи, может быть. Я знаю массу людей со связями, которых ничего нет. Я знаю массу людей, которые без связи копились всего чего-то, чего хотели. И так и так. Почему? Потому что это, опять же, средство. Если средство, то это не важно. Важно вот само судно. Так чем же все-таки вот эти люди отличаются от этих отношений в жизни? Пониманием жизни, видением жизни. Самое первое, что вы можете сделать, дома провести очень простой тест. Если вы возьмете и вот так, раз, два, три, четыре, пять, десять строчечек, и напишите фамилии людей, с которыми вы близко общаетесь. Потом напишите примерно, сколько они зарабатывают в месяц, сложите и поделите на десять. Вы получите ваш доход примерно. Плюс-плюс в месяц. Вот. Вот это реально формула вашей жизни. Попробуйте тоже. Очень интересно получится. Почему? Потому что это те люди, которые формируют вас. Это те люди, которые вы прислушиваете. Те люди, с мнением которых вы советуетесь. Те люди, у которых вы учитесь, и вы живете так, как они. Это круг, как они называются. Вот. К чему я клоню? Смотрите. Все очень просто. Вы идете по улице, и тут кто-то закричал, урод пошел. Ваша реакция. Скорее всего, не обратите внимание. Мы говорили придурок. Вот. Может и не вам вообще. Да? Но если вам десять ваших близких скажут, что вы урод или дурак, вы пойдете к зеркалу. Задумай. А если каждый день будут говорить? Погонять окружение. Совершенно верно. Нужно поменять окружение. И смотрите. Все очень просто. Если вы вдруг захотите... Это хорошие люди, это не плохие люди. Вот. Вы захотели бросить путь, если вы вдруг хотите. Вот эти люди будут вам помогать. Но если вы захотите стать успешными, они будут вам мешать. Они будут делать все для того, чтобы они стали успешными. Вот, поймите. Знаете почему? Вот если вы придете сейчас к своему окружению и скажете, что вы через год будете зарабатывать десять тысяч долларов в месяц... Совершенно верно. Вот. Они расскажут вам, почему это невозможно, и каждый раз будут вас еще и подначивать. И расскажут. Почему? Не потому что они плохие, они будут вас спасать. Потому что, по их мнению, вы сошли с ума. Вот если вы реально разберетесь, в жизни происходит монсенс. Если честно, я не знаю. Вот кроме катабелизма это называется. Мы... Наших детей учат люди неуспешные в жизни. Чему может научиться? Можно только у того человека, который чего-то добился, еще и динамично растет. Вот у этого человека можно чему научиться. У слабого ничего нельзя научиться. У нас экономику, бизнес-финансы преподают люди, которые в этих копейки не заработали, которые работают за зарплату. У нас как налаживать отношения в семье, как нам вести себя там с любимым мужчиной или с любимой женщиной, нас учат люди, у которых вообще семьи ничего нет. И полные проблемы с этим. Да? Мы к ним прислушаемся, что-то делаем. То есть, фактически, если, грубо говоря, то мы зубы лечим всегда у сантехника. Мы о бизнесе, о каких-то моментах спрашиваем у тех людей, которые ничего не понимают. И они нам рассказывают. Вот если вы сейчас придете к любому из этих людей, и спросите, как вам жить дальше. Вам расскажут полностью. Полностью расскажут, как жить дальше. При этом большинство людей в свою жизнь нефига построить ему. Вот это называется то, как я вам то слово пропущу. Если это понимать, вот любой спортсмен, он никогда ничего не добьется, если у него не будет тренера, наставника. В бизнесе то же самое. Здоровье то же самое. Кто такой тренер? Кто такой наставник? Это человек, который добился. Да? Поэтому если вы хотите быть успешными, нужно общаться с успешными. Хотите слушать и делать то, что они делают. Хотите быть богатыми, нужно общаться с богатыми. И делать то, что вы делаете. Хотите быть здоровыми, нужно искать здоровых людей и делать то, что они делают. они хотят они сделали если они это сделали значит у них можно научиться поэтому первое это поменять вот друзья это хорошо или плохо вот для этих людей друзья это хорошо почему потому что реально человек если навязывает вам свою точку зрения как жить и что делать вашей жизни что-то получится вы прислушались у меня случай разговариваю разговариваю с девушкой общался общался расклада лида вообще больше ничьих советов слушать не будет приходит на день воды на следующий день мы встречали как-то ты знаешь я с подругой посоветовалась почему это рассказывать потому что именно так и есть но это есть не потому что как бы я где-то это вычитал я это все пережил это можно это закрыть закон успеха не за 6 тысяч лет не изменились их рассказывают одинаково но и понимаешь когда переживешь большинство людей ну что пережить нужно это понимать хотя бы изначально у меня есть очень простой пример когда мои друзья самые близкие наверное люди после родителей иногда даже ближе чем родители что родители сегодня народ я выросла дворе пацаны ближе чем братья вместе росли вместе учились и когда мне пришла возможность я услышал услышала кораллов клубе я пришел к ним акурик ребят там есть реальная возможность но я сначала разобрался почему потому что для меня важно дать 9 то я не сломя а потом повел а потом тебе еще почему потому что я понимаю такую вещь вы знаете есть такая жизнь есть такая вещь жизни называется кредит доверия вот кредит доверия дорабатывается годами потерять его можно за считанные секунды вот и чтобы не потерять нужно серьезно вообще относиться опять это нужно общаться зависть то же самое чувство зависть это хорошо и плохо смотря посмотреть да вот смотрите у соседа сгорел дом будете завидовать а сосед построился и большой красивый дом будет цель вот смотреть если завидуете нужно подражать потому что завидовать чему-то плохому завидуют как правило хорошие вот если вы завидуете нужно подражать о чем идет речь нужно делать то что делать и в итоге что я пришел своим ребятам сказал ребята все есть наконец-то путь хотя много пробовали много всего делали и так было в этих моментах даже в этом что-то пытались сделать я работать начал достаточно рано лет 12 не потому что он какой-то умный был там а потому что элементарно нужны были деньги мама и папа они смогли перестроиться мама воспитатель папа на железной дороге кроме этого еще младший брат младшая сестра да то есть самый богатый человек в семье это бабушка поэтому с самого раннего возраста я пытался что-то делать что-то зарабатывать сначала слава получалось когда что-то делаешь получается в принципе я всегда зарабатывал больше чем на и сверстнике в дворе я много всего перепробовал очень много всего и в итоге когда я услышал возможности разобрался сначала попробовал сделал я получил прозвище гербалайщик вот и на этом все закончилось я уехал сначала хайпер работал потом уехал пошли в разные города вернулся я через три года приехал во двор на новой машине причем такой машины еще даже в Харькове не было я по моему первый приехал в машине город у родителей моих все хорошо я уже отсюда нам машину подарили и я к ребятам говорю ну вот есть возможность они покивали мы подумаем вот спустя еще 2 года я опять не вернулся приехал они как рады меня видеть были а у меня они там встречаются с моими родственниками там кучу фотографии показывают я уже въехал там полмира вот сели на площадке как в старые добрые времена на колесах сели что-то я там зашел в магазин что-то направить сели сидим разговариваем а тут я смотрю что уже непросто уже с вот этим там проблем ведь уже не могут две-три рюмки и все тот который может он может больше но потом упал и все здоровье тоже оказывается важно вот и мы начали говорить начали разговаривать я смотрю вы знаете вот такое впечатление что 6 лет не прошло вообще что я вернулся но 6 лет назад почему а те же самые разговоры одни и те же самые разговоры где мы как погуляли дадим и что там сделали какие фильмы последние посмотрели и потом еще новая фишка все достают мобильный телефон и начинают друг другу маленькую музыка да вот прикончен все вот смотрите ничего не изменилось за 6 лет они сидят в том же боли на тех же столах и у меня такое впечатление что в той же самой нижней это не так вот но когда я зашел домой к одному из своих старых друзей я действительно попал на 6 лет назад ничего не изменилось линолеев только потерся те же обои все то же самое и я пришел в ужас на самом деле я говорю ребят мы сели вот смотрите завтра года приезжают люди а на следующий день приезжал алексей уходит многие узнают в город я ребята приезжают люди они будут проводить открытую встречу вы можете ничего не требуется можете просто прийти и послушать просто какие послушать успешных людей которые на сегодняшний день научили сотни тысяч людей действительно в этой жизни успех по-настоящему 100 процентов с результата не просто рассказывать и говорить приходите послушать вот на следующий день пришел никто вообще я и тогда удивился я до сих пор делюсь почему я верю в людей до 100 процентов даже часто это ему нормально тогда его вообще посмотри у меня в жизни такие примеры были я уверен что у меня есть мастер серебряный сейчас в татарии вот если вы его первый раз увидели я уверен что вы общаться даже с места вот такой парень татарин через один зубль баллоневая куртка пропаленная бычками петушок спорт белая рубашка грязно-серого цвета размера на 4 больше и затянута галстуком и я с ним познакомился как-то я после встречи вот такая встреча я захожу в комнату в комнате продуктов пускался в ижевский он так стоит посреди комнаты подправить я буду зарабатывать тысячу долларов в месяц я буду зарабатывать тысячу долларов в месяц спиной я такой раз посолю в мой класс а потом он поворачивается поворачивается я так саша поехали ко мне он самый знак давай сделай так закрываю что-то делаешь в нашем бизнесе я приезжаю работать через два месяца он не звонит я в шоке прилетаю в чем он меня встречает в той же самой клубке в том же самом петушке я думаю блин ну как а золотой директор чтобы вы знали это у нас где-то от 250 долларов в месяц уже зарплата это 5 лет назад вот то есть это уже какие-то деньги особенно 5 лет назад да вот я не понимаю ну как и он меня целый день у нас встречи он приводит к тебе людей я им рассказываю общаюсь рассказываю общаюсь рассказываю общаюсь тут я понимаю вот если любой из нас сделал бы такое количество попыток и действий в жизни сколько сделал Шамиль мы все были уже миллионерами он не смотря ни на что он просто идет в своей мечте каждый день делает вещи которые ведут в твоем мечте каждый день на сегодняшний момент Шамиль серебряный мастер серебряный мастер это ну где-то минимум от трех в месяц тысяч долларов намного больше костюм а зубы зубы или петушок у меня петушок не знаю я бы как раритет попросил если честно а на самом деле именно так и смотрите что происходит чуть позже я со своими друзьями встретил акту у меня было событие очень хорошее мне было стукнуло 30 лет нежно на так вот я решил что на это событие я соберу всех людей которые участвовали как бы в моей жизни и действительно у меня получилось я собрал практически всех при этом там были люди такие знаете небожители и ну как многие считают простые добрые люди просто не знают что они хотят в жизни вот и были и приехали мои ребята приехали родители вот и приехал пять человек не смогли все приехать работа вот и они приехали я их встретил поселил на квартире вот потом они приехали туда где у меня все события проходило я уверен что в жизни они такое если видели то видели только по телевизору вот они все видели все в кайфе там классно смотрю весело на следующий день я их повез к себе домой я уверен тоже не только по телевизору как вы видели вот посадил их за стол мы сидели вспоминали песни пели разговаривали я говорю ребята смотрите вы видите уже не понаслышке прошло как бы немного времени вот смотрите вот то что у меня есть вы можете потрогать пощупать посмотреть да сколько я объездил сколько всего есть вот смотрите я на любого из вас могу уделить время причем столько сколько вам нужно мы будем вместе жить там спать есть я сделаю все для того чтобы вы стали успешными при условии того что вы захотите делать то что я говорю вот в итоге они так да покивали что так поговорили я говорю поэтому давайте вот вы сейчас уезжайте созвонимся вы выделите время приедете хоть на 3-4 дня посмотрите как я работаю таким бизнесом занимаюсь что я делаю разберитесь на то я и уехали не позвонил ничто прошло уже масса времени никто не позвонил вот потом перезвонил один парень Руслан перезвонил и говорит что-то там ему спросить надо было что-то какой-то телефон узнать скоро едет я ему сказал Руслан почему ты ж один из первых хотел приехать и он так говорит да ты знаешь мы собрались посоветовались и решили что у нас не получится то есть что раз два три четыре пять шесть семь восемь девять они все вместе собрались в своей реальности и объяснили друг другу почему у них не получится вот так в жизни и происходит то есть люди позволили даже они друг у друга украли мечту это происходит абсолютно везде в жизни вот когда где-то на кухне в гостях собираются да разговор о чем у кого хуже вот у кого хуже тот абсолютный чемпион приз сегодняшнего вечера вот а что все остальные люди думают остальные люди радуются что у них все супер у них все отлично все классно все отлично слава богу я сейчас такой человек да у Васи там а Вася думает ну я прибрал чуть-чуть но у меня же как хорошо у меня же не совсем так вот и в итоге эти люди так и живут вот здесь формируется все если вы реально задумаетесь все что вас окружает абсолютно все что вас окружает сначала появилось вот здесь если грубо сказать между вот этим и вот этим нет никакой разницы потому что состоит молекулы атомы да а внутри ничего нет внутри энергия если там глубже тоже вот все абсолютно энергия прежде чем что-то появилось в этой жизни оно появилось здесь а потом на бумаге потом воплотилось вот вы можете абсолютно все все что угодно можете в это же слово вопрос опять же где ваши мысли где ваши эмоции, чему вы по-настоящему хотите, с какими людьми вы общаетесь и к чему вы идёте. Вот тут вспомнил, мне рассказал Ларри Эллисон. Это самый простой пример. Значит, в Америке собралась группа людей на шашлыки, барбекю на финансах, и они начали разводить, и разговор зашёл о финансовых потоках, о финансовых рынках, и тогда начали говорить о том, что Рокфеллер, он своё состояние заработал за 70 лет, 100 миллиардов долларов. Билл Гейт заработал за 15, и теперь, может быть, лет через 50 появится человек, который сможет заработать такие же деньги в мире. И там присутствовал Ларри Эллисон, он сказал, что ничего подобного, такой человек может появиться в любую минуту, вы просто не понимаете. Ему говорят, ты не понимаешь, это же связано с рынками. Вот сейчас, пока новых рынков не предвидится, соответственно, новых денег заработать нельзя. Он говорит, вы не понимаете, это не связано с рынком. На том же рынке, что Билл Гейтс, можно заработать больше денег, чем Билл Гейтс, и за менее короткое время. Над ним начали смеяться, а он не был успешным человеком вообще. Над ним начали смеяться, он говорит, хорошо, я вам докажу. Он за 5 лет зарабатывает на рынке программирования 100 миллиардов долларов, делит их и уходит в тень. У него там, он регатами занимается, компания короткая, если кому интересно, посмотрите в интернете, это все есть. И к чему это? Не к тому, что он такой крутой, а к тому, что реально сейчас закон успеха. Как это работает? Когда его спросили в одном из интервью, журналист спрашивает, «Вы такой необыкновенный человек, как вот такого добились, рассмотрели возможности?» Он говорит, ничего подобного, абсолютно любой человек это может. Он говорит, как? Ну это же связано с рынком. Он говорит, нет, это не связано ни с какими рынками, это ничем связано. Вообще, говорит, для того, чтобы добиться успеха, нужно всего лишь две вещи, два понятия. Он говорит, как не понимает, ну нужно всего лишь две вещи, оригинальность и одержимость. Но если с одержимостью все понятно, да? С одержимостью я тоже приведу пример очень простой. Приходит спортсмен к тренеру, к чемпиону мира, и говорит, я хочу быть таким, как вы. Он говорит, нет, ты не хочешь. И ушел. Тут похотел, думаю, молодой тренер. Приходит, а не хочется, он говорит, я хочу быть чемпионом мира. Ну, ты не хочешь. По плаванию это все происходило. Вот, и в итоге он достал тренера, подплывает к нему в бассейн, он говорит, тренер, я хочу быть чемпионом мира. А тот его берет за волосы и опускает в погоду и держит. Вот, он ждет. Потом начинает вырываться, потом уже дышать хочется. И он, в конце концов, вырывается, вдыхает, и тренер его спрашивает, скажите, что захотелось в первый момент? Он говорит, чемпионом быть. Он говорит, нет, чего захотелось в первый момент? Он говорит, дышать. Вот, когда тебе захочется быть чемпионом так, как тебе хотелось дышать, ты добьешься с ручку. Вот, вот это и одержимость. А что такое ординальность? Вот это вообще непонятно, да? У вас как бы неординарность, например. Да? Да? Вот, смотрите. Ординальность – это к тому, что повторимость. Если вас можно повторить, тогда все произойдет. Если вас нельзя повторить, то ничего не произойдет. Вот, MLM – это самый простой способ копирования. Потому что то, что я говорю, абсолютно легко повторить. Я понимаю, не с первого раза. Но если вы 10 раз повторите, на десятый раз будет, да? Ровно в 10 раз лучше, чем первый раз. Если 100, если ты сидишь. Замас у него вообще все произойдет. Вот, есть система дубликации. Повторение. Вот. Если человек вас повторяет, он становится успешным, да? Что вы отдаёте, то вы получаете. Чем больше у вас успешных людей, тем не успешнее будет. Вот. И, заметьте, ни связей, ни денег, ничего больше. Вот, два порядка, на самом деле, по-настоящему. Ходить и дальше что-то делать. И, в итоге, чем все-таки занимаемся мы? И почему на сегодняшний момент сетевой маркетинг – это то, что я выбрал для себя, то, что выбрал огромное количество моих компаньонов по всему миру. Вот. Если объяснить, как это работает. Или не объяснять, все знают, что такое ситуация. Да? Объясняю. Ну, давайте я вкратце расскажу, за что получают деньги. Пример очень простой. Вы ждете домой к чаю гостей. Может такое быть? И вот, 10 минут до прихода гостей, открываете шкафчик, а чая нет. Что делать? В магазине. В магазине. Хорошо. Побежали в магазин, и тут случилось чудо. Вы нашли классный супер-чай. Пришли домой, напоили гостей, чай классный, хороший, вкусный. Что они спросили? Где брал? Где брал? Вы им скажете, да? Не скажете? Скажете. Скажете. Вот. Что они сделают дальше? Пойдут и купят. Пойдут и купят. В итоге, а тут действительно получилось, что чай хороший, вкусный. Вот. Они дома попили, да? Закончился чай, пошли домашний там. Брат, зять, кум, сват, дети купили. Да, этот принес на работу. На работе я всем показал, всем понравилось, да? Все тоже хотели. Закончили, я бы никому не показал, а вы вообще просто за компанию купили. Вот. А вам все чай. Смотрите, сколько чай. И тут к вам приходит директор Магрина и говорит, слушайте, спасибо, вы мне сделали такой оборот чай, а вот вам за это пачечка чая. А это уже из области фантастики. Так не бывает. Что происходит дальше? Если чай действительно классный, качественный, да? Отличный по цене и по всему, то его скупают, покупают, покупают, второй раз, покупают третий раз, да? Вот. Вот этим занимаемся всему. 90 наших процентов разговора вообще в жизни, кто где что купил, одел, поел, увидел, захотел. Мобильный телефон вы покупаете когда? Когда посмотрели рекламу по телевизору или когда у друга его потрогали? Друга. Да. Вот в большинстве случаев именно так и происходит. Абсолютно со всеми вещами. Абсолютно. Но единственное, вы все являетесь рекламой. Вы денег за это не платите. А есть компании, которые готовы вот за это, от вашего товарооборота делиться процентом с вами. За что? За то, что вы привлекли клиентов. А если эти клиенты покупают каждый месяц? Вопрос опять же. Вопрос в продукте. Где найдет тот продукт? Почему? Потому что, чтобы построить такую организацию большую, нужно на самом деле три вещи. Первое. С точки зрения продукта. Первое. Продукт должен быть эксклюзивным. Этого не должно быть ни у кого. Второе. Он должен быть потребляемым. То есть он нужен должен быть. Нужен каждому человеку каждый день. Но не просто нужен каждый день, так как у нас посуду продают вечную. Не купил человек эту вечную посуду. Больше он где не придет. Где бизнес? Поэтому посуда стоит столько. Раз заработал. Но это же не бизнес. Это заработок. И третье. Самое важное. Продукт должен быть качественным. Потому что если человека можно обмануть только один раз. Ну, два раза. Да? И хороший товар рекламируют три человека. Плохой товар рекламируют семь человек. То есть если товар плохой, семь человек рассказывает, какой он плохой. Если товар хороший, то только три человека рассказывают, какой он хороший. Это закон рынка вообще. Закон рекламы. То есть плохой товар он разрушает много быстрее рынок, даже чем вы думаете. О чем это говорит? В этом только качество. Вот тогда есть возможность как-нибудь построить что-то. В жизни. Реально. Вот. Поэтому дальше следует опять же выбор компании. Поиск продукта действительно достойный. В выборе компании что необходимо? Необходимо, чтобы был научный потенциал, и чтобы компания проработала хотя бы больше трёх лет на рынке. Потому что сейчас очень много компаний одноделок. Привлекают только начало. Какое начало? Если компании нет ещё трёх лет, то она, скорее всего, у нас в компании есть масса людей, которые одну открыли, год прошёл, дадим их собрали, вторую, вторую, третью, четвёртую. Поэтому, опять же, серьёзность. И третье – это маркетинг-план. Это система выплат. Система выплат, действительно, будете ли вы что-то зарабатывать. Если система выплат, опять же, я вот так поверхностно об этих вещах говорю, если вы заинтересовались, вы поймите, большой бизнес – это не дело одной встречи. За одну встречу можно найти работу. Мы уже разобрались, с чему она ведёт. Чтобы разобраться в бизнесе, для этого нужно громадное количество встреч. Посмотреть диски, благо у нас громадное количество. Посмотреть диски, пообщаться с теми людьми, кто вас сюда пригласил. Разобраться, посмотреть и с точки зрения продукта, и с точки зрения компании, и с точки зрения бизнеса. Действительно, разобраться. Вот. Если говорить с точки зрения бизнеса, меня что сюда привело? Я очень лидивый человек. Поэтому я в жизни очень много работал. Для чего? Я искал ту возможность, которая мне даст, чтобы сделать, чтобы ничего не делал, если грубо говоря. Ну, в мечтах, наверное, большинство людей. Вот. И смотрите, очень простой пример. Вот есть я. Вот там рассказывают, почему у меня там-то. Статусы, там всё. На самом деле, да, у меня большой очень статус в компании. Это, соответственно, и деньги, соответственно, и признание. Соответственно, с этим совсем всё нормально. Вот. Но есть человечек, который меня привёл когда-то в эту компанию. А у этого человечка статуса нет как такового. Вот у неё первый лидерский статус. Серебряный дирекция. А у меня один из последних. То есть у меня два по карьерной лестнице. Вот я там намного-намного ступенек обогнал. У этой женщины есть там пару семей, которые просто пользуются продуктом. Они не работают. Вот у неё сейчас в месяц её зарплата, у нас чек называется, составляет 700-800 долларов. Вот она каждый месяц приходит и получает 700-800 долларов. При этом она говорит, что у королева в кубе там денег нет и так далее. Ну, человек, потому что не хочет ничего слышать. Но тем не менее, как... Про пенсию помните что-то там говорили? Да? Да? 50-50. Да. Вот это у неё было уже через три года. И до сих пор как бы это есть. И чтобы дальше не случилось, это у неё будет всегда. Почему? Потому что я же не намерен. У меня здесь 50 тысяч человек по намного. Понятно, это намного больше. Но, так как у неё один я, она по условиям выплат маркетинга получает с двух моих уровней по 5%. Я достаю всех, практически, своих людей, всех 50 тысяч. Это совершенно добрый порядок. Но она вот это будет получать всегда. Плюс у меня растёт это здесь, тоже люди появляются новые, потребляют. Соответственно, это у неё вырастет. И дальше больше. Даже если она вообще ничего делает. Вы задумайтесь на секундочку. Как вам такая возможность? Где взять топорина? Где взять топорина? Спасибо за вопрос. Где взять? Вот, смотрите. Вот услышите. У меня реально четыре человека. Вот у меня четыре человека подо мной. Лидеров, которые работают. Вот эти четыре человека дают мне 50 тысяч человек. В разных странах. Вот в Румынии у меня большая организация. У нас там ни разу не было. Вот. Но туда пошла веточка. Вот так. От человека к человеку, от человека к человеку. Они там берут. В любом, практически в каждом городе Украины, России, сейчас есть отделение склада. Вплоть до того, что я вдруг другу в Ростов позвонил, сказал, ну, слушай, есть такая классная компания. Вода. То, что нужно каждому человеку каждый день. Давай я тебе диск передам, ты посмотришь. Передал диск, он не звонит, говорит, хочу. Я говорю, ну так пойди на склад. Возьми для себя стартый букет, возьми воду. И пользуюсь как клиент со скидкой. Он подписался, да, где-то там. Еще рассказал каким-то друзьям. Я в это даже не вмешивался вообще. Я просто дал ему информацию и захотел. Вот. Вот эти четыре человека, это не значит, что я какой-то умный. Я их не заставил, я их не говорил. Вот услышьте меня, я их просто нашел. Чтобы их найти, мне нужно было дать информацию громадному количеству человек. Вы думаете, она только мне дала информацию? Нет. Она где-то пять-шесть сотен людей дала информацию, только я об этом услышал. Если бы она и дальше давала, у меня здесь совсем другие цифры. Но она на этом успокоилась. У меня четыре таких человек, у меня и дальше появляются эти люди. Но реально вот так. И это абсолютное финансовое будущее. Которое с каждым месяцем растет, потому что здесь наоборот растет. То есть как это работает? Вот если у вас три человечечка, которые зарабатывают по 100 долларов. Что для этого нужно сделать, чтобы наша компания зарабатывала 100 долларов? Нужно пить продукт, нормальную воду, нормальную еду, и рассказывать об этом людям, чтобы люди тоже потребляли. В итоге вы получаете скидку за то, что у вас какой-то товарооборот компании получаете. Вот три человека, которые продукт потребляют со скидкой, получаются по 100 долларов. Вы получаете где-то 300 долларов. Говорите, ребята, мне 300 так, больше не хочу. Что они вам скажут? Совершенно верно, они тоже хотят 300. Но когда у них по 300 будет, у вас здесь 800 будет. Они говорят, ребята, все, мне 800, больше не надо. Мне тоже по 800 надо, а у вас здесь уже полторы. Эту систему не остановишь никак. Ну, важно просто найти этих людей. Вот если просто сказать, единственное, чем отличаемся мы с вами, вот единственное, это времени. Но не пришел раньше, а сделал больше. Любой из вас, если сделал такое же количество попыток, какое сделал я, пообщался с таким же количеством людей, у вас был бы бизнес, я уверен, даже намного больше, чем у меня. Потому что когда мы начинали, даже не было литературного бизнеса. Сейчас есть полностью система, как система бизнеса, все разжевывает, только что за вас не хватает. Вот это все есть. Вопрос, опять же, насколько вы хотите вот эти отличия. Потому что нельзя человека, если он не хочет, ничего не делает, что-то разобраться. Ну, опять же, это вопрос того, чтобы разобраться, посчитать, посмотреть. И еще одну вещь хочу вам рассказать, почему я для себя выбрал направление этого рынка этой компании. Это не просто как бы простые вещи, это еще очень серьезная экономическая в основном эта вещь. Я не знаю, слышали вы или нет о такой индустрии, как wellness. Знакомое слово просто переводится «индустрия здоровой жизни». Вот если так вот просто объяснить. На самом деле, что это такое? По мнению экономистов, это самое лучшее направление бизнеса, самый лучший рынок бизнеса на сегодняшний момент. Вот, его я не очень не слышу. О чем идет речь? Смотрите. Бэби-бум. Слышали такое выражение? Да, это вот период, когда родилось самое большое количество людей. У нас в Америке это было после войны. Вот от этого момента экономисты чаще всего и отталкиваются в роли как бы заработка денег, новых рынков, инвестиций вот с того времени. Когда родилось много детей, первый, кто заработал на этом деньги, это человек, который придумал баночку засовывать детское питание. Да? За первое исключительное время было продано 17 миллиардов баночек. То есть представьте, поучаствовал в этом бизнесе. Да? Но уже все. Рынок поделит там. В общем, у нас что-то еще новое. Влезть туда нереально. Следующие, кто заработал деньги, это памперс. Индустрия с 17-миллионным оборотом. Да? Влезть. Памперсы это памперсы и хайперсы. На рынок влезть сложно. Вот. Дальше дети чуть-чуть подросли, им нужны были игрушки. Компания Лего и так далее тоже. Это не просто бизнесы. Это бизнес, это мировые бренды. То есть миллиардные на самом деле состояния сделаны на игрушках. Дальше что? Дальше детям нужно было во что-то одеваться. Адидас, Пума, Найк. Вот. Влезть туда, вот это считают, на спортсменах. На спортсменах они деньги не зарабатывают. Спортсменам платят бешеные бабки для того, чтобы они ходили в этой одежде. И бесплатно им еще это все дают. А мы рекламой задаром являемся. Идем по улице. Адидас, да? Посмотри. О, хорошая куполочка. Адидас. Обычно так и происходит. То есть реклама. Влезть на этот рынок опять же не возможно. Дальше дети подросли, им надо было где-то жить. В Америке это Левиттауны многоквартирные. А у нас это хрущевки. В каждом городе есть, да? Вот так вот как раз одного из Баби Бума. Дальше дети подросли, начали сами зарабатывать деньги. СВЧ, печи, бытовая техника, компьютеры, интернет, телекоммуникации, автомобили. Вот это все рынки, которые сейчас есть. Ими владеют именно дети вот этого Баби Бума. На сегодняшний момент они владеют порядка 50% людей, которые есть на земном шаре. Влезть на этот рынок сейчас в принципе нереально. Вот то, что мы рисовали, да? Из 10 тысяч остается 300. Вот это именно поэтому. Почему? Ну вот самый простой пример вам приведу. Машины. Уже давно были изобретены электромобили, да? Да. Они дешевле, экономичнее, безопаснее, чем все то, что у нас сейчас ездит. Но почему-то они в этом городе и ничего не появились. Почему? Не пускай. Совершенно верно, потому что рынок не пустит. И так же и совсем на стране. Вот. Самое большее, чего сейчас не хотят эти люди. Они не хотят болеть, стареть и умирать. Пол Пилзнер, это экономический советник президента Америки, мультимиллиардер, очень богатый, один из самых сильных в плане экономических прогнозов. Вот у него есть книжка, выпуск, он сказал, что те люди, которые в ближайшее время вложат свое время и энергию в индустрию wellness, заработают большие деньги. Потому что это та индустрия, которая в 2010 году будет с оборотом больше триллиарда долларов. Триллиона долларов. Больше триллиона долларов. Кто поучаствует, да, тот будет в этом. Кто никто не поучаствует... На сегодняшний момент очень много людей задумываются о своем здоровье, задумываются серьезно. Вот. Но об этом мы еще поговорим. Поэтому смотрите. Вот wellness одно из самых больших приложений. И почему из сетевая? И он там же пишет, что самое лучшее для распространения, самая лучшая индустрия это сетевая индустрия. Почему? Потому что она самая лучшая для распространения такого товара. От человека к человеку, да? Нет рекламы и так далее, и так далее. Это опять же, поговорите с тем, что если вы ничего об этом не знаете, кто сюда тренися. Мы занимаемся водой. И, грубо говоря, продуктами питания. Витамины, минералы, аминокислоты. С одной стороны, как бы... В общем, а с другой стороны, смотрите, почему нам это нужно, и почему без этого сегодня мы не выживем. На самом деле, не выживем. Есть общая концепция здоровья. Вот для того, чтобы нам выжить, нам нужно... Ну, я не буду все перечислять, но вот то, чем мы занимаемся. Это вода, это еда. Без этого мы жить не можем, да? Вот. А как у нас с водой? С водой у нас действительно, на самом деле, плохо. Вода – это медленный яд. Вот компания «Коралловый клуб» имеет воду нормальную, которая нужна каждому человеку каждый день. Доказана со всеми вещами, это опять же... И смотрите, я только один пример приведу. Вот, запомните эту цифру, при этом цифровом жизни, 1932 год. Отто Варбург получил Нобелевскую премию. Не просто что-то там, а Нобелевскую премию за теорию в области рака. Он доказал, что в щелочной среде раковые клетки не развиваются. В 1932 год найдено лекарство от рака. Почему, как бы, до сих пор не найдено? Потому что это еще любительность, да? Вот. Доказано, что если человек будет пить слабо щелочную воду, такой, как она должна быть изначально, да, у него это не будет. Ця вода, которую мы сейчас пьем, у нее в среднем 6,5. Закисление, соответственно, раковые клетки развиваются. После 2000 года, проданной Всемирной Ассоциации Здравоохранения, как на второй мере это рак. Да? Как бы если вы... А это закон. Как бы вода, мы из этого на 70% состоим. Разберитесь, это самое важное, что можете сделать в ближайшее время. Мы на 70% из этого состоим. От того, какую воду мы пьем, так мы себя и чувствуем. У нас любой орган, который болит, это болит в первую очередь вода, потому что она на 70% из этого состоит. У нас с вами за три года ничего не остается от нас самих. Вот организм человека за несколько лет полностью меняется. У вас нет ни одной клеточки, которая была бы когда-то. Вот организм полностью меняется. Если нет нормальной воды и еды, организм мутирует. Не восстанавливаются органы, не нормально делятся клетки. Органы распадаются, они восстанавливаются. Если дать нормальную воду, еду, строительные материалы, есть возможность полностью восстановить здоровье. Это доказано сегодня. Но вам так говорят, что нельзя полностью восстановить здоровье, потому что это бизнес очень большой. Есть такая возможность, разберитесь к этому пункту. И пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...